Доллар продолжает умеренное коррекционное движение вверх, но на пути у покупателей широкая область сопротивления и Дональд Трамп. Американской валюте для дальнейшего роста нужен сильный бычий фундаментальный фактор. Вместо этого может поступить медвежий, вроде очередного подтверждения готовности ФРС снизить ставку. Такой сценарий будет соответствовать желаниям Трампа и спровоцирует более мощную волну распродаж доллара, в том числе и по отношению к евро. Покупателям евро не удалось зацепиться за отметку 1.14 и активность на рынке снизилась. Прорыв уровня поддержки 1.1345 может сигнализировать о падении пары евро-доллар к предыдущим минимумам. В европейскую сессию евро предпринимает попытки роста, торгуясь на отметке 1.1375, хотя статистика из региона выходит преимущественно негативная. Экономическое доверие ослабло в июне сильнее, чем ожидал рынок. Поскольку сегодня формируется смешанный фон в виде ожидаемого позитива с полей саммита в Японии и негатива со стороны данных, евро будет сложно выбрать направление. Ралли золота начало выдыхаться после того, как Джером Пауэлл дал понять рынку, что необходимость в повышении ставки может исчезнуть. ФРС продолжит наблюдать за статданными. Он также подчеркнул, что политика не будет учитываться при принятии решения по ставке. Таким образом, Федрезерв отказывается выполнять пожелания Трампа – доллар растет, а золото снижается. Сегодня драгметалл продолжает движение вниз, но его цена все еще находится выше психологического уровня – 1400 долларов за унцию. По словам Марка Карни, рынок британской недвижимости все еще нестабилен, но другие отрасли экономики сбалансированы, поэтому нет необходимости в дополнительном смягчении политики. Для фунта это умеренно позитивный сигнал. Впрочем, торговля по нему сегодня протекает вяло, с незначительным плюсом. Рассматривать бычий сценарий можно будет после ослабления доллара. Котировки пары фунт-доллар удерживаются чуть выше отметки 1,27. Индикатор силы доллара упал на 1,5% в июне, четырехмесячное ралли завершено, и большинство экспертов настраивается на дальнейшее ухудшение позиций валюты США. Вы смотрели новости на канале Инстатв. Всего вам доброго, до свидания!